здравствуйте валерий константинович послушал ваш последний вебинар и значит был вопрос от ваших слушателей что такое водяная палевка нет скорее всего ничто они очевидно знают что это как с ней бороться в прошлом году я много выпусков вам отправлял туда этот вопрос был не актуален и вам неинтересно было я помню ваши слова чтобы не сам да в том что они очень много продавая не огромные большие бывало съедали так что приходилось даже не выкорчевывать дерево упало корни съедали полностью ну и недавно я вам деревца высылал ко мне приехали люди вот смотрите пропала груша уже груша в них больше года прожила и пропала я обнаруживаю мне привезли дерево обнаружил что корни были подведены я вам высылал одно из последних по моему это водяная палевка обычные мыши деревья не грызут кроты тоже они плотоядные но как с ними бороться и нигде в интернете не нашел пришлось свой способ применить и я их перевел значит я покупал разные кротоловки вот одна из них допустим вот ведь она сработала но тут это был уже именно крот потому что крот он ведь питается плотоядный он червями хрущами майскими вот он просто тупо идет вот эту дверь вот сейчас я подниму и вы увидите вот так вот открыто он идет трогать сторожок и срабатывает так вот короты меньше всего меня беспокоит они растения не едят а водяная палевка хорошо когда то есть они любят в низинах воды и сырости ну и в сад перебирают беды от них много дело в том что они особенно активны зимой когда все спят а они размножаются и серьезно размножаются через месяц молодняк уже готов сам воспроизводиться вот я ловил вот такими вещами его час одной из вас там лучший вариант он там случайно поймался они чуть крупнее кротов дальше я стал применять смотрите как я на этот сторожок морковочку вешаю этой кроты он закапывает их вот не есть морковь а именно водяная палевка она растениями питается и поэтому вот на мышь смысле на морковь она хорошо попадается вот ей буквально всех перевел потому что и еще да я их доработал вы же видите вот тут торчат гвоздочки сейчас работаю секундочку вот вот